Друзья, привет! Меня зовут Ковалев Михаил, я директор культурационного центра Дом.РФ. Важно не предпринимать необдуманных и поспешных решений и действий. Денежные средства лучше хранить в разных валютах и в разных корзинах, так сказать. Если что-то случится с одним из мест, где вы храните ваши сбережения, то все остальные останутся в безопасности. Деньги можно хранить в рублях. Сейчас банки предлагают хорошие условия по вкладам. Это убережет ваши средства от инфляции. Кроме вкладов есть инструмент, такой как накопительный счет. Накопительные счета более гибкие, их можно досрочно расторгать, либо пополнять. Соответственно, в таком случае вы можете распоряжаться этими деньгами по всему усмотрению. А когда эти деньги в текущий момент вам не нужны для совершения покупок, на них начисляются проценты. Валюту, наверное, сейчас рекомендовать приобретать или продавать сложно. Те валютные сбережения, которые есть, рекомендуем сохранить, разложить их в пропорциях, которые защищены государством и системой страхования вкладов. Дальше при необходимости использовать их для совершения каких-то важных и нужных действительно в этот момент покупок. Приобретение золота тоже один из способов сохранения инвестиций в настоящее время. Заработать на этом вряд ли получится, потому что золото сейчас находится на пике своей стоимости. Но при этом сохранить деньги и сохранить в довольно высоком материальном активе с помощью инвестирования в золото получится. Можно вложить в приобретение каких-то важных для вас предметов быта, вещей, приобретение которых вы уже думали, но откладывали на потом. Сейчас в связи с изменением курса, в связи с изменением стоимости товаров, наверное, имеет смысл вложиться и приобрести, например, кофеварку или приобрести пылесос, если у вас его не было, или вы понимаете, что подходит время его замены. В дальнейшем в связи с нарушением логистических цепочек, возможно, будет некий дефицит этих товаров, либо будет уже совершенно другая цена. И в настоящее время, вложив деньги, понятно, что вы не инвестируете, но вы приобретаете то, что вам действительно необходимо. Не самое время сейчас вкладывать деньги в приобретение недвижимости, как средство инвестиций. При этом, если у вас есть острая необходимость в улучшении или изменении своих жилищных условий, то важно очень внимательно и осторожно отнестись к тем предложениям, которые сейчас есть на рынке. Хорошие предложения, они либо ушли с рынка, либо они сейчас уже продаются по гораздо более высокой цене. Те предложения, которые выглядят привлекательными и доступными в настоящий момент времени, они, скорее всего, содержат в себе какие-то скрытые риски. И для того, чтобы уберечь себя от этих рисков, мы рекомендуем внимательно ознакомиться с историей объекта, как долго квартира находилась в собственности у продавца, как часто менялись собственники, как долго она вообще в принципе продается и по какой цене она продавалась. Все эти вещи легко узнать на сайтах агрегаторов, с помощью риэлторов. Здесь важно, может быть, не пожалеть какую-то часть денег и потратить их на профессиональный участник рынка, который сможет внимательно проверить историю квартиры и рассказать вам о всех подводных камнях, чтобы вы не совершили ошибку, которая может обернуться негативными последствиями для вас и вашей семьи. Сейчас очень важно сохранять спокойствие и совершать поступки, как вот у нас говорится, семь раз отмерь и один раз отрежь. Не бойтесь потратить чуть больше времени на выяснение всех подробностей, уточнение информации. Спрашивайте у профессионалов и принимайте решения с учетом всей полноты информации. Информацию обязательно нужно получать из официальных проверенных источников. Старайтесь оградить себя от большого информационного потока, который сейчас обрушился на нас, и используйте только ограниченное количество информационных каналов, которым вы доверяете. Оставайтесь с нами, следите за информацией на наших ресурсах. Она всегда проверенная и всегда достоверная. Спасибо. Спасибо.